Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители картеров. Сегодня, знаете, как взяла интересную тему расклада. Ваша жизнь как на ладони. Сейчас, я вот только недавно говорила, что круто, что закрыли свифт и не могут иностранные импортные мужчины как бы разводить наших женщин на деньги. И полетели другие ситуации, когда среди, я бы сказала, моего какого-то окружения происходят мошеннические схемы. То есть у кого-то обокрали друзья-знакомые, кому-то взломали компьютер, у кого-то пытаются взять кредит на чужие какие-то карты. То есть, видимо, весна, и начинаются, я бы сказала, как-то активизироваться мошенники. И самое интересное, что таких людей мы притягиваем к себе сами. Чем мы притягиваем к таких людей? Это доверием, это хорошим отношением, как ни странно. Это может быть даже тем, что вы приближаете к себе людей, начинаете много рассказывать. То есть, учитесь в наше время не раскрывать душу ни подружкам, ни знакомым, никаким близким людям по причине того, что они используют любые какие-то варианты против вас. Ну вот, к сожалению, это так. Поэтому мы сегодня смотрим, да, ваша личная жизнь, ваша жизнь как на ладони. Что тут у вас будет происходить и как она будет, эта жизнь вообще развиваться у вас, двигаться. Вот смотрите. Вам создают ситуацию. Вот о чем я сейчас говорила. Создают ситуацию, чтобы вы научились не просто держать людей на расстоянии. А знаете, вот я обратила внимание, что вот, например, спецов нашего уровня им создают такие ситуации, чтобы они вот прям научились проклинать, посылать, ругаться матом и так далее. Да, то есть вот активизировалась какая-то такая, я бы сказала, энергия зла. Да, то есть потому что среди, допустим, черных магов, ну не все там такие агрессивные и злые, это реально надо людей достать и реально нужно создать какую-то ситуацию. Высшие силы подкидывать такие ситуации для того, чтобы вот вы реально как бы, да, целенаправленно там злились. Ну то есть как говорят, что вы не всегда знаете, что про вас говорят, но знают об этом высшие силы. И они из вашей жизни убирают таких людей, создавая ситуацию. То есть где-то, может быть, вам неудобно было бы с кем-то расстаться или перестать дружить там, да, или еще что-то. Они вам создают ситуацию, вы расстаетесь с людьми и вздыхаете, что да, круто, а иначе бы это могло там завести непонятно куда. То есть вот смотрите, здесь высшие силы, я бы сказала, заключили какую-то сделку наверху. Может, даже поспорили, ну так как они реально как бы такая энергетическая, как я говорю, космическая, да, как бы существа, которые, они разумные, они не мифические, это там не драконы летающие, это естественные существа с разумом, с мыслями, с эмоциями, с энергиями. Вот они заключили сделку, что это произойдет, да, что ваша задача вот реально кого-то послать. И не просто послать, а еще, я бы сказала, может быть, даже как-то красиво отомстить, да. Ну или там, не знаю, какую-то магию там сделать в конце концов, да, чтобы человеку прям прилетело, так прилетело. Так, смотрите, вся эта ситуация была связана, я бы сказала, знаете, с чем интересным. То есть у вас, у вас, у самой мог быть мужчина, который безумно вас любит и предлагает вам брак. Вы могли рассказывать эту ситуацию своему другу, подруге, кому угодно, да, об этом, обо всем. И человек уже вас прямо ненавидел, неважно, там есть у нее семья или у него семья, или там есть у него партнер. Есть люди, которые рождаются сумасшедшей завистью, и вы даже не подозреваете, как какими-то вот такими приватными разговорами вы можете человека довести до состояния сумасшедшей злобы и ненависти в отношении вас. Смотрите, ваш мужчина может быть при деньгах, он может быть статусный, он может быть перспективный, достаточно сильный, заботливый, внимательный. И ваша задача научиться держать язык за зубами, никому ни о чем не рассказывать. То есть вот эта ваша жизнь, она должна быть под амбарным замком. Ну, то есть вот к чему, да, вот вас подводят и создают такие ситуации. Потому что, смотрите, около вас может быть какая-то женщина, такая прямо, вы ее можете боготворить, там, дружить, там, как-то общаться, доверять. А она такая змея-змеей, которая могла вам залезть, как бы, да, в душу. И при этом терпеливо выжидать, когда она может ударить и что-то сделать. Ну, то есть человек, как бы, да, о себе офигенского мнения, вот, и она направлена на то. Но, но, смотрите, так как высшие силы на вашей стороне, сейчас все, что она пыталась сделать вам, бумерангом будет уходить туда. И уже чем ей прилетит, да, судя по вот этой карте, ну, я бы сказала, не айс, как хорошо. Ну, то есть, как бы, высшие силы поспорили, да, как бы, что вы готовы сделать ради собственной безопасности. Вы готовы сделать много, поэтому здесь будет такой сильный отказ. Так, смотрите. Конечно, человек, прежде чем сделать вам большое-большое какашку, я бы так сказала, да, стоял на выборе. Стоял на выборе. С одной стороны, вы чем-то привлекали, а с другой стороны, зависть уже съедала изнутри, как заболевание онкология, да, который жрет изнутри. И она уже не могла там сдержать какие-то эмоции, и поэтому, как бы, да, вот втайне она тут что-то пыталась обмануть, обхитрить, что-то придумать. Ну, то есть, какие-то мысли вот такие у человека были. Смотрите, очень сильно человека убивает ваша холодность, ваша равнодушие. То есть, когда случилась ситуация, вы не стали эмоционировать, не стали там что-то делать, вы просто, как бы, заблокировали всю ситуацию, отошли в сторону, и человек не спит ночами, об этом думает. Понимает, короче, что, знаете, вот вся ее, как бы, ее весь продуманный план, он пошел в тар-тарары. То есть, на самом деле, я бы сказала, у нее вообще были четкие планы на вашего мужчину, и уже она перемиряла мысленно там обручальное кольцо или корону себе на голову. То есть, у нее здесь прям такая тайная любовь к вашему мужчине, может быть, по вашим рассказам, может быть, она где-то с ним знакома, может быть, она что-то знает. Но здесь карта тупика, то есть, это не ее мужчина, в ее сторону не смотрит, и здесь ей ничего не светит. Но чувство собственничества страшное, жадность просто безмерная. И, знаете, здесь вот в какой-то период времени мог возникнуть ритуал. Ну, то есть, если вы в своей квартире где-то нашли какие-то подклады случайные, там, не знаю, иголки там бывает подкидывают, там, пшено сыпят, там, землю кладбищенскую, да, это вот от ваших, скажем так, дружеских отношений. Так, да, видите, вот как бы через кладбище во время эмоций, во время таких чувств, то есть, человек, когда понимал, да, что его отвергает вот ваш, допустим, мужчина, который там бегает за вами не как в ее сторону, у нее как затмение, да, то есть, она уже мысленно прямо замуж за него выходила. То есть, это было какое-то молниеносное решение, она, может быть, это делала необдуманно, это, может быть, вот чисто, знаете, как одна мне женщина рассказывала, что зависть это такое, как заболевание, от которого невозможно избавиться. То есть, человек сидит, и он может вам завидовать на пустом месте, вы никогда даже, ну, не подумаете на него. Очень много у нее страхов. Она рассчитывала, знаете, как, что она будет как-то вами манипулировать, а в результате здесь судьба на вашу сторону встала. То есть, у вас очень сильное родовое дерево, очень сильное плечо рода, у вас очень сильная защита, высшие силы все это видели. Они вам могли, например, показать сон на эту тему, да, а потом эту ситуацию, как бы, вам, ну, вот, реально уже сделать, да, и вы ее отрабатываете. У вас здесь могла произойти какая-то ссора, несмотря на дружеские, там, длительные отношения, и закрылись все дороги. То есть, высшие силы хотели, чтобы вы вышли из этих каких-то дружеских отношений, да, именно по причине того, что они вам не нужны. Но человек, человек, знаете, он не может вас отпустить. Здесь, во-первых, куча эмоций таких отрицательных, она выливает за вашу спину кучу грязи. Здесь, знаете, здесь будут какие-то новые попытки общения, новые попытки разговоров, может быть, даже какая-то новая борьба. У человека могут быть свои какие-то проблемы, связанные, например, там, с ее близкими, там, родственниками или детьми, да, вот чем она, допустим, не занимается, а она, допустим, занимается вашей жизнью, не может успокоиться. Общаясь с вами, у нее, как бы, знаете, ну, я бы так сказала, какая-то была удача, какая-то была финансовая прибыль, да, и вообще она могла как раз цветать, то есть она становилась мягче, она чему-то, может быть, у вас училась, она научилась чего-то ждать, то есть она стала как-то мудрее, там, ну, то есть она что-то хорошее у вас все равно брала. Но, но, здесь есть такой момент, хитрый, я бы так сказала, то есть вы не в курсе, что человек злоупотребляет алкоголем, то есть человек мог это очень сильно скрывать, и вы как даете ей какую-то такую энергетику, я бы сказала, как ангел-хранитель, то есть пока вы рядом с ней, у нее все в жизни ладится, да, но человек очень властный, и, знаете, здесь вот, когда человек начал понимать, что ваша встреча с мужчиной неизбежна, и брак неизбежен, здесь срывает крышу, то есть видите, сколько мыслей черных, то есть понимает, что вот вы, да, теперь приносите ей головную боль, то есть вы как бы забираете ее мечту, ну, даже если это никогда бы не состоялось, но иллюзии есть иллюзии. Когда вы легко ушли из отношений, человек сидит в обидах, он об этом думает, мыслит, уже сама она могла попасться в какие-то кандалы, то есть теперь как бы потеряв источник какой-то информации, да, она пытается, ну, или какие-то сны увидеть, или попытается, знаете, как бы перед сном об этом думать, то есть она думает, это все уже развал ваших дружеских отношений, или есть какой-то вариант восстановления, и пока не отходит далеко в сторону, то есть она ждет, пока вы там ее подразните морковкой, да, и позовете обратно. Здесь очень такая хитрая игра была, то есть человек очень любит себя любимую, и будет еще маячить в вашей жизни, ну, например, выпив лишнего, да, то есть будет или писать, или названивать, и причем я бы сказала, что женщина как бы взрослая, то есть не маленькая, да, такая девочка, которая старается за вами наблюдать, которая, знаете, как примеряет вас к себе, которая живет вашими красивыми отношениями, то есть не живет своей жизнью, да, которая, знаете, в принципе достаточно конфликтная, но вы давали какую-то ей другую направленность, и она могла, например, ну, чему-то у вас очень долго упорно, ну, учиться, я бы так вот сказала. Вообще одержимый человек, да, здесь подъяву, конечно, человек будет очень много делать вам пакостей, даже на расстоянии, потому что вот здесь вот сумасшедшая ревность, и очень много за вашей спиной будет говорить всяких разных сплетен. Выбор здесь был такой какой-то резкий, резкий, и, знаете, он был именно связан с тем, что вот-вот у вас состояться должна была встреча. И вот ваш какой-то разрыв этих вот отношений, да, он связан с тем, что человек не показывал вам истинного лица, и только вот в этот момент могла проявиться, да, то есть она могла проявиться, она могла показать какую-то свою истинную лицу. Здесь еще, смотрите, какой момент, здесь человек очень сильно любит деньги, очень злой человек, деньги уходят у нее сквозь пальцы. Здесь, знаете, здесь сколько человек не зарабатывает, все куда-то улетает. Человек с раздвоением личности, да, то есть почему вот такая вот агрессия к весне, это связано с обострением шизофрении, так как одной из форм, любит себя любимую, и ей как бы все равно там, что о ней люди подумают, только потом, как бы, да, человек может начать соображать. Очень властная, сильная, любит, чтобы все подчинялись, мечтает, а, знаете, о партнере, который может занимать должность, пост, быть медийным, звездным, ну, то есть готова, знаете, плести паутины, готова лезть в чужие семьи. Очень много может работать физически, но при этом, да, хотела бы жить, я бы сказала, сказочно. За вами может наблюдать, видит, как вы из пепла всегда, я бы сказала, возрождаете, что вы яркая, интересная. И вас, как бы, предупреждают высшие силы, что ваша задача поставить точку на этих отношениях, даже если вы 20 лет продружили вместе, даже если вы там ходили с детского сада на один горшок, да, то есть пришло время, когда человек выполнил задачу вашей жизни, и его высшие силы от вас убирают, и вам не надо преодолевать препятствия, что-то выяснять, разговаривать и снова общаться с человеком. Нет. У вас новый, как бы, путь, у вас водоворот событий, у вас в перспективе какой-то прямо такой нежданный, негаданный брак, союз. Да, тут у вас, как бы, знаете, здесь прямо, ну, какие-то такие вот интересные... Вот, знаете, как бывают вот знаки системы, да, вот вы идёте, и вам прям в воздухе там пишут, там кирпич на голову упадёт, и вам надо свернуть влево. Ну, то есть вот какие-то такие моменты, связанные с магией, с подсказками, с какими-то интересными вещами, которым вам надо прислушиваться, или если сны показывать, то обязательно, как бы, анализируйте эти вещи, да, то есть не скидывайте со счетов, что это просто сон, это то, что вам потом на физику спускается, то есть высшие силы придумывают ситуацию, 4 месяца её делают, спускают на физику, причём они вам показывают, какая ситуация будет, и финал ситуации, и ваша задача вот это отработать. Если вы не отрабатываете, вам дают следующую такую ситуацию, да. Так, смотрите, высшие силы вам говорят, что это конец отношений, восстановления ни дружбы, ни каких там общений не будет вообще, то есть этого делать вам не нужно. Здесь, знаете, здесь сейчас вы должны уйти в свою жизнь, у вас новые отношения, я бы сказала, у кого давно не было сексуальных отношений, у вас такой, знаете, подарок судьбы дадут прям такого мачо для сексуальных отношений, какой-то поездки, да. Так, смотрите, что здесь попытается человек сделать вам назло. Здесь будет человек пытаться возвращаться в вашу жизнь для того, чтобы, ну, например, обчистить вашу квартиру, или попытаться снять деньги с карты. Ну, здесь вот такая вот интересная вещь, да. И здесь вот эти вот тайные моменты вам покажут ваше силы. А вот ваша жизнь, она идет совершенно другим руслом. То есть вы ставите точку на отношениях дружеских со своей там подругой, знакомой, родственницей, кем угодно, и вам взамен дают мужчину, который по судьбе, который будет привязан к вам, любить только вас. Здесь встреча, и здесь сумасшедшая любовь на уровне, прям, я бы сказала, какого-то магического переворота. Ну, то есть ваша жизнь, она полна каких-то событий, причем не было бы несчастья, не было бы счастья, да несчастье помогло, да. То есть, короче, вот эта вся ситуация, она разрываясь, допустим, с вашей подругой, знакомой, родственницей, приводит к вас к личным отношениям. То есть этот человек, он, как бы, знаете, как закрывал ваше счастье личное, да. То есть вы сливали энергию, допустим, на подругу какую-то, да, при этом у вас ничего не строилось. Как только закрывается вот здесь вот полностью дружеские отношения, высшей силой выводит вас на брак и семью. Вот кому интересен такой расклад, показывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует...